Так, куда мы сейчас подъехали? В ферму мы поедем. У нас автомат, который, ты видишь, прям с фермой молоко. Знаешь, почему такие сетки? Для птиц. Правильно. Ты был на ферме? Это запах не навоза, а силоса. Силос, ну, если очень хороший силос, он пахнет яблоками. Мочеными яблоками. Но все равно это силосование, это кислот бактерий, которые должны не дать возможности протухнуть. Поэтому это, соответственно, запах. Начальника боится? Не в этом дело. Коровы сейчас практически не общаются с людьми. Если раньше каждый день, два раза в день к нему подходил, или три раза в день доярка, и корова к ней привыкала, то сейчас к корове никто не подходит, кроме ветврача. Потому что она общается с роботом. А робот, он не вызывает у нее ничего, кроме там желания к нему подойти, съесть комбико. Ну и подоится. Людей они видят все меньше и меньше. И сколько поголовья? У нас 500 коров. Ну, естественно, дойных. А всего больше тысячи. Это крупный рогатый скот. Туда входит и телята. А вот корова, видишь она? Ее доит. И она вообще человека-то не видела. Видишь, как обрабатываются стаканы? После каждой коровы они моются. И чем интересна вот эта система? Молоко фактически никогда не все прикасается с воздухом. И получается, что у нее нет богобсемененности. И соматика очень низкая. Поэтому удивляются люди, молоко ставишь, а оно не киснет. Знаешь почему? Потому что очень чистое. И вот если кинуто закваску, то есть бактерии, тогда начинает киснуть. Знаешь почему корова заходит сюда? Потому что тут дает комбикорм. Одну корову, которую я видел на видео, она прошла пять раз. То есть она заходит. Поскольку она доилась недавно, у нее висит транспордер, датчик. Ее считывает робот, что эту корову уже доили. Он ей не дает комбикорма. И выталкивает ее. Пытается ее убрать. Видишь? Ее убрали. Почему? Потому что она ей не положена. Так одна корова заходила пять раз. Потому что ей хотелось комбикорма, а дается ей не положено. Это как шоколад для человека и комбикорм для коровы. 35 литров с каждой коровы. Точно три с половиной ведра. Ты представляешь? Когда-то считалось хорошей коровой, которой два ведра давала в деревню. Молока. А сейчас 35 литров это норма. То есть в среднем. То есть есть коровы, которые доят и 40, и 60. Причем, чем характерна наша ферма, что у нас ни одной покупной коровы нет. Иностранок нет вообще. Только родившиеся здесь, в третьем, в четвертом поколении. Местные все. Местные все. Видишь, при такой, при, скажем так, отсутствии импортного скота, такой высокий надой, это только молодцы наши животноводы. Ну, тут, конечно, селекционная работа, тут все. Тут правильное кормление, тут содержание животных. У нас жесткий контроль. Если уж корова заболела, ее чем-то укололи, то, конечно, она никогда сюда отдельно... Молоко отдельно совершенно доится. Это совершенно другая история. Если ты хотя бы, вот, насколько они, по 10, по 13 тонн молока забирают, если вот, хотя бы, да, одна корова попадется оттуда, молоко плавется, то есть всю партию забракуй. Поэтому это невозможно. А куда молоко это все распределяется? Мы с тобой в серном цеху были? Ну, 5 тонн. Туда. Плюс еще нет, подожди. Плюс еще есть те, кто производит сыр из нашего молока. Ну, такие, серовары. Они покупают нас молоко. Шесть сыроварей. Шесть сыроварей, да. А большая часть, только, конечно, на завод «Эрман». Йогурты, которые «Эрман» делает, это из нашего молока. Причем они нам присвоили высшее европейское качество молока. Такого молока во всех заводах «Эрман», поставщиков, нет уходящих. У нас очень хорошее качество. А по жирности? По жирности как? В зависимости от времени года, ты же понимаешь, что жирность определяется кормлением. Какой рацион ты создал? Сейчас у нас, наверное, три идеи. Опять же, жирность определяется еще и поголовьем, породой. То есть, есть высокая жирность, ну, с жирностью порода. А есть и наша галшкино-фрисская порода, да. Рокализация почти полная. В среднем 3,9-4,4. Это нормальная, даже высокая. Летом, конечно, живность упадет. Чуть-чуть. 3,7-3,7 лет. Но это все от кормления. От кормления зависит. Сколько в автоматах продается в совхозе? Ну, где-то, получается, 600-700 литров молока – это в рознице. Ну, при цене 50 – это нормально. Я просто смотрю, сейчас можно, конечно… Народ привык этим автоматам. Ни больше, ни меньше так мы стабильно продаем. СНТ говорил, что туда привозили, потом перестали. Ну, подожди. Во-первых, летом одно дело, зимой другое. А потом, когда… Он же сам сказал, что там у нас 70 человек живет. Ну, из-за этого, гадать молоковоз… Ну, бессмысленно вообще. И поэтому он может доехать до совхоза и купить. Магазин работает почти круглосуточно. В магазине есть молоко. Почему? Он все равно едет в свое СНТ откуда-то с работы. Работает он, как правило, в Москве. Поэтому заедет и купит. Но мы, конечно, любим наших покупателей. Но если каждому трехлитровую банку молока прямо домой носить, это будет невыгодно. Ты же понимаешь. Сколько у тебя сейчас? 495. 5. Да. А корма заготавливается здесь? Вот в этом смысл, что совхоз сам заготавливает все корма, кроме комбикорма, да? Да. Концентрат. Концентрат, да. Хотя... Ну, какую-то часть концентрата тоже сами. Сами, да. Поэтому мы фактически полностью обеспечиваем все наше поголовье кормами. И я думаю, что неплохими кормами. Отлично. Да. Вот эта фраза. У корова молоко на языке. Слышал? То есть, чем лучше корм, тем больше надой. Вот. А еще я вот ему недорассказал. Вытягиваю руку, она не боится. А знаешь, когда не боится корова? Если ее не бьют. Бьют. Без стресса. И они без стресса. Вот это вот... Теперь у них нет общения с человеком. Ну, некоторые, конечно, могут бояться. Но человека не боятся, потому что их никто... Они не соприкасаются там с котниками. Ничего не навешивают. Доярками. В хорошем или в плохом доярке. Нет. Робот все время в одном настроении. Он все время в одинаково хорошем настроении, робот. Но единственное, что вот зашла не вовремя. Видишь? Ее выгнали. Лейли посчитала, что наша ферма... Мы действительно входим в 200 лучших ферм по роботодоянию в мире. По версии Лейли. Поэтому, если куда уж везти, показывать оборудование, то это к нам. Сколько человек на ферме работает еще? Ну... 17. Раньше работал 37. Сейчас 17. А я им говорю... Два выходных. А я им говорю, что должно быть еще в два раза меньше. Потому что на таких же фермах, только за границей, работает гораздо меньше людей. Ну, здесь единственный момент у нас долгое смешивание кормов. Ну, еще есть над чем поработать. Не, ну там есть другая интересная история. На Западе многие специалисты, они приезжающие. То есть, там другая система сервисного обслуживания. Ты, например, не должен у тебя сидеть зоотехник или ветврач. Он к тебе приезжает раз в две недели, раз в месяц. Готовит тебе, допустим, рацион питания. Фермер он один, но у него куча вот этих помощников. А у нас другая система. У нас на каждой ферме сидит свой зоотехник, свой ветеринар, свой селекционер. И он сидит и работает вроде бы как. А там приезжающие. Поэтому еще неизвестно, что лучше. Чтобы каждый раз тут сидел человек, ты платишь достаточно большие деньги за обслуживание своего стада. Поехали? Почему красная корова здесь? Красная, потому что фирма Лейли подарила. Лейли это голландская компания, которая производитель, ну, один из лучших производителей роботов в мире. Есть несколько компаний, но лучше это, на мой взгляд, это Лейли. А у нее красный логотип, и поэтому красная корова. Но если на нее поставить желтые точки, то она будет земляничная корова. Поэтому мы за красную. Пусть переделаем ее потом.